Бандура, почти забытый национальный украинский инструмент, сегодня обретает новую жизнь. Своим звучанием она украшает произведения в любых жанрах, от фольклора и до современной эстрады. В этом убедились мы, побывав на этнофестивале Бандура Фьюжиан в городе Рени. Бандура впервые столь массово и многогранно зазвучала в этом маленьком городке, приютившемся на берегу Дуная. В рамках празднования его 471-й годовщины, в воскресенье 15 сентября, здесь прошел фестиваль современной Бандуры. Это яркое, неординарное и в то же время очень душевное мероприятие стало итогом победы в национальном конкурсе Мали Меставы Лыки Враженя и его главного организатора, Киевского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Колына». Соорганизатором фестиваля выступил Центр устойчивого развития и экономических исследований Дунайского региона. Музыка Первое знакомство ренийцев с Бандурой состоялось в местном парке Победы. У недавно восстановленного фонтана под чашечку кофе с изысканным угощением гости слушали чарующие звуки старинного струнного инструмента. Поздравить горожан с праздником приехали именитые артисты, вне всякого сомнения виртуозы игры на Бандуре. В их маршруте поездок почти три десятка стран, во время выступления в которых они знакомили людей с Бандурой, таким образом открывая им Украину, самобытную, талантливую, духовную. Музыка Три дня я хожу только на концерты. Мне очень понравилось. Я вообще осталась очень довольна. Ребята выступили очень хорошо. Я не планировала моя прогулка по Украину, сетый концерт, но как я попала, мне очень понравилось. Очень приятно, потому что Бандура это наш музыкальный инструмент, украинский. Естественно, что Бандура дошла до Рине, это прекрасно. Я всю жизнь знал Бандуру как старинный украинский музыкальный инструмент. Сегодня я услышал звучание Бандуры в современном понимании тех артистов прекрасных, которые сегодня нам продемонстрировали свое умение. Бандура это круто. После концерта желающие сфотографироваться с Бандурой переместились на Марвокзал. А в это время на большой сцене на площади Свободы учащиеся детской школы искусств давали концерт. Рине показал, что у него также немало талантов, как уже состоявшихся мастеров, так и начинающих, подающих большие надежды. На площади в этот вечер было многолюдно. Взрослые стояли у сцены, слушая произведения в исполнении юных музыкантов и вокалистов, а дети находили развлечения на установленных специально к празднику аттракционах. В половине восьмого вечера юных выступающих сменили профессионалы. Более 65 участников Киевского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Колына» представили реницам свои уникальные, захватывающие, хореографические, вокальные и музыкальные номера. Главным инструментом, сопровождавшим все выступления, была, безусловно, бандура. Зрители от всей души аплодировали артистам, сопровождали их заводные выступления криками «Браво!». Довольными приемом реницам оказались и организаторы, и участники мероприятия. В последнее время у нас сейчас государство, скажем, могу сказать, что стало больше уделять внимание культуре и начало предлагать всевозможные проекты для поддержки культуры. В данном случае был започаткован такой проект миссия Валыки-Вражиня с кабинета министров. Было започатковано. Выделены деньги. И все желающие подавали, писали проекты. Они проходили отбор в Министерстве культуры. Их защищали. И в данном случае также и у нас, и мы, КЛИ нападало, этот такой проект «Бандура Фьюжин». Это, в принципе, была моя идея. То есть у нас в коллективе есть бандуристки. И вот как бы так мы подумали и, с одной стороны, дать возможность реализации нашим артистам-бандуристам, а с другой стороны, популяризовать этот наш непосредственно украинский инструмент. Я думаю, как для первого фестиваля это даже супер хорошо прошло. У нас были локации, локации, еще мастер-класс наши бандуристы показывали. Сейчас вот гала-концерт такой, всевозможные, вы видите, и с хореографией, и переплетение, и музыкальное, и вокальное. Поэтому народ воспринимает, первый раз нас видят, слышат, вы сами слышите, и браво кричат. Бандура – это не только народный символ Украины. Бандура – это душа Украины. И мы, как часть Украины, хотим, чтобы этот инструмент знали все. И знали его не только на уровне «я слышал что-то, об этом говорили» или «мне это неинтересно». Чтобы это было в душе и было ярко. Чтобы мы, ренийцы, тоже знали об этом инструменте немного больше. Когда господин Андрющенко, Геннадий Андрющенко, руководитель ансамбля «Колына», предложил написать такой проект, и говорит, «Колына сегодня путешествует и выступает везде, во всем мире». Мы бандуристы, у нас очень много бандуристов в составе, и мы очень часто принимаем участие в фестивалях при участии бандуры. Бандура служит, бандура-фест. Ну вот бандуры не было еще в Одесской области. Куда, как вы думаете, где ее можно показать? Ну, пусть это звучит немного эгоистично, но я сразу сказала, конечно же, в Рени. Я знаю, что реницы очень благодарные люди. Мне очень приятно, как они воспринимали эту бандуру, как они воспринимали колыну. Это был такой добрый, теплый прием. У нас была своего рода встреча, как будто старых друзей. И именно в вашем городе, в котором мы никогда не слышали, мабуть, про бандуру, мы сделали такой чудовый фестиваль бандуристов, и мы привезли вам свою творчество, свою майстерню. Атмосфера тепла, у вас тоже, как я побачив, невеликое, затишное место. Тут все так спокойно происходит, нет того успеха. И очень важно, чтобы такие фестивали приезжали в небольшие местечки, села, а не только в местах миллионных. Первый в Одесской области фестиваль современной бандуры прошел на ура. Жители и гости города Рени по достоинству оценили подарок, преподнесенный им людьми увлеченными, искренне любящими свою страну. Композиции, исполненные в тот вечер, позволили убедиться всем, что бандура на самом деле современный инструмент, способный заряжать небывалые энергии, удивлять и вдохновлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова